Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о том, как люди помогают животным, а в какой-то степени, наверное, животные тоже помогают людям. Потому что в гостях у нас сегодня Николай Зверев, актер театра и кино, куратор приюта животных. Ну и, как вы понимаете, даже отталкиваясь от фамилии, я думаю, наверное, это тоже судьбой как-то было уготовано. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Со зверями у вас особенный разговор. Вот, кстати, в чем разница между зверем и животным? Есть какая-то принципиальная разница? Все-таки слово два разных. Не-не-не, я думаю, что это не имеет значения. Вот, я хочу сказать сразу, что руководствуюсь принципом экзюперии, мы ответственны за тех, кого мы приручили. Собственно говоря, это самый главный из девизов, на мой взгляд. Вот, у меня фамилия Зверев, не Животнов, поэтому... Кстати, Животнов я не помню такой вариант. Вот, я тоже не помню. Зверев как-то есть. Зверев много. Но я не имею отношения к одному из них. Хотя нет, был прекрасный, если вы помните, был прекрасный теннисист. И сейчас у вас сын выступает за Германию, по-моему. Будем считать, что вы не имеете отношения. Ну, пусть он талантливый. Пусть я буду... Хорошо, Николай, скажите, пожалуйста, вы сказали, что мы в ответственности за тех, кого мы приручаем. Но, тем не менее, на сегодняшний день человек даже с человеком не всегда может договориться. А с животными гораздо сложнее. Вот с чего началось ваше, скажем так, знакомство с миром животных? С детства где-то? Как это происходило? Да, конечно. Ну, во-первых, всю жизнь моя семья имела каких-то животных. Сначала собаки. Собачки и кошечки? Кошки, попугаи, крысы, рыбки, кого только не было. Да, да. И, в общем-то, последнее животное, которое у меня умер лет 5 назад, это была кошка. Звали ее Таня. Она была серая-голубая. И прожила она у меня 20 лет. 20 лет. У меня тоже в этом году кот 20 лет. Представляете, да? То есть, да. Они стали жить больше, кстати. Да, ну, послушайте, есть, спать и гулять. Что еще нужно для счастья? Ну, едят-то они химию сейчас в основном, а видите, живут больше. Ну, не знаю, не знаю. Ну, может быть, как-то там сбалансировать питание. Ну, хорошо. А вот этих животных это вы просили? Или как-то в семье такая традиция была? Ну, конечно, конечно, да. Хочу поблагодарить. Да, я очень, да. Естественно, ты в детстве пытаешься принести кого-то домой, и в итоге мама сказала, так, все, вот на тебе собаку. И, как правило, кто гуляет с собакой, естественно, родители гуляют, а ты как бы приходишь с ней, поиграл. Вот. Но одно дело – это твое домашнее животное, другое дело – это ухаживать за животными, которые, например, в тех же самых приютах. Ну, сейчас вот сейчас об этом пореме, я хочу еще оттолкнуться от детства, потому что говорят, что в детстве, да, человек формируется. Закладывается, да. Да, закладывается какая-то история определенная. Вот я прекрасно помню, что одно время тоже были в моде вот пойти рыбок купить. То есть это ты идешь, выбираешь, вот эту хочу, вот эту хочу. А потом у ребенка проходит как бы желание, он теперь хочет попугая. То есть на рыбок он уже смотрит так, да, параллельно. Вот. Потом, значит, он захотел кошечку или кошечку, да. И потом мы знаем, что в детстве некоторые дети, наоборот, довольно агрессивно относятся, да, в отношении к животным. Вот. Какие-то эксперименты с ними проводят. То есть все-таки с детства начинается эта история, когда мы разделяемся. Одни, кто за животных, а другие, которые в лучшем случае параллельно, а в худшем, которые против. Ну, я думаю, что да, закладывается в детстве, в семье. Что для этого нужно? Вот мне кажется, что в любом случае, если в семье есть животное, неважно какое, это уже воспитывает в ребенке какую-то доброту, сострадание, конечно же, и любовь к братьям нашим меньшим. На самом деле, ну, тут же все тоже очень просто. Человек, вот, ну, сам ответственный за себя, да. Но если он, там, болен и невменяем, это другое, там, за ним ухаживают, близкие, родственники или, там, государство. А животное, оно уже не может тебе сказать, что у него болит, что у него плохо. И мы, ну, опять же, да, приходя к той самой фразе, мы ответственны за них. Поэтому я считаю, что да, в детстве закладывается эта история любви и, опять же, повторюсь, сострадания, доброты к животным, к братьям нашим меньшим. Ну, с другой стороны, вроде бы все понятно, да, масса книг, масса всего. И, тем не менее, огромное количество людей, которые могут приобрести собачку, условную, да, вот, и потом вдруг выясняется, что у ребенка аллергия. Ну, в лучшем случае пристроят куда-нибудь, да, а, к сожалению, в худшем случае некоторые просто выбрасывают. Мне кажется, терпение к своему животному и доброта спасут ваши отношения. Ну, да, ты всегда, если ты любишь, действительно, ну, поистинному любишь своего животного, братья своих меньших, ты всегда сможешь определить, что не так. Ну, в смысле, почувствовать, что не так. Почувствуешь, что не так смотрит, не так движется, больше отдыхает. Да, вот терпение, терпение, надо, ну, особенно, когда ребенок маленький, ну, я имею в виду, вот, котенок, только терпение, доброта, ни в коем случае нельзя ударить животное. Это, на мой взгляд, вообще, ну, недопустимо. Ну, и мы сейчас, вот, прям, именно... А как же не ударить, как на лошади-то поедешь, если не ударишь-то? Любовью и терпением договориться. Ну, так, ушко и на что-то сказали? Нет, я думаю, что это не совсем правильно. Я просто... Дело в том, что, ну, так, это не в качестве рекламы. Вот в театре, в котором я работаю, там художественный руководитель нашего театра, она бывшая дрессировщица. И она сбежала оттуда. Я, почему бы тоже против цирков, против зоопарков. Я, ну, мне кажется, что животное можно воспитать, ну, если... Другими методами. Конечно, с ним надо дружить. Я в цирке был последний раз два года назад в Иркутске, да, просто так получилось, в театре некуда было пойти, и решили сходить в цирк. Сто лет не было, конечно, такие ощущения, как будто в детство попадаешь. И все равно вроде бы все делается профессионально. Все-таки, как известно, российский цирк, или в прошлом советский, он всегда был, что называется, на высоте. Но, тем не менее, можно в цирке воспитать у ребенка чувство какого-то такого доброго отношения к животным? Или, наоборот, может пойти в другую сторону? Мне кажется, нет все-таки. Мне кажется, нет, мне кажется... Ну, вообще, цирк – это все-таки... Ну, во-первых, не забываем, что наш советский цирк – это вершина. Но чем он славился? Наверное, да, наверное, дрессурой и всякими акробатическими, эквилибром. Мне кажется, цирк именно человеческими возможностями. А к животным надо приучать к каких-то других вещах. И вот этот все контактные зоопарки, мне кажется, они вообще... Вообще, животное, в принципе, знаете, да, такую историю, что какое-то животное можно потрогать, и больше – и все, оно останется одно. Ну, то есть, грубо говоря, вы идете по лесу, там потрогали птенцов, и все, к нему не прилетит, человеческий запах остался на этом птенце, и больше... Ну, все, как бы пометно. Да, 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 и то же самое может... Ну, то есть, надо быть, как сказать, надо пытаться с природой, с животными быть в едином целом, а не нарушать ту гармонию, которая, ну, миллиарды лет все это создавалось. С другой стороны, опять же, возвращаясь вот к теме, которую касался, но корова, лошадь, свинья – да, это тоже животное. Да, это тоже, кстати, животное, которое человека окружает давно уже, многие века. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что приходит время, лошадь должна вести, лошадь должна работать. Я уж не знаю, пашут ли сейчас на лошади или нет, но, тем не менее, соревнования есть, да, красивые, кстати, дорогостоящие, вот и так далее. Корова дает молоко, и корова – это мясо, как мы понимаем. Я уж не говорю про птицу домашнюю, бытовую. Это же тоже животное, но мы же их... Тут уже, знаете, такой перекличка с вегетарианством, да, которые говорят, что нельзя прикасаться. Но мы же пользуемся этим животным миром во всем. Да, да, я согласен, тут такой камин преткновения. Ну, опять же, мне кажется, человек должен... Ну, как бы, да, вот охотник. Ради того, чтобы... Не ради наживы, да, вот цирк – это ради наживы, по сути. Ну, то есть они зарабатывают на этом деньги, или там... Это ужасная история, где вот в курортных городах фотографируются с этими обезьянами. Это ради наживы. Да, 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 да. А вот ради того, чтобы прокормить семью, наверное, да, наверное, да. Я не вегетарианец, я... Я не вегетарианец, я ем мясо, но, опять же, я не ем свинину, не потому, что это там... Ну, какие-то у меня свои... Да, да, да. Религиозные предпочтения. Просто у меня уже, ну, тоже, люди... Надо очищение какое-то... Но говядину вы едите. Нет, и говядину я стараюсь не есть. Я в основном ем, конечно же, да, птицу более... Ну, потому что, а, я занимаюсь спортом, мне... Нет, это я понимаю, да. Вот, но, да, у меня... Вы правы, у меня ставите этим вопросом, в принципе, в тупик. Да, действительно, у меня вот... С другой стороны, извините, в Корее едят собак и не считают... Да, да, да. Нет, я просто о чем говорю, что мы прекрасно понимаем, что если мы окажемся в темном лесу, и будет даже дикая собака, то... Борьба за жизнь. И не успеем с ней договориться, да. Но я почему вот первую часть нашего разговора, во втором мы поговорим о приютах, о том, как люди пытаются решить этот вопрос, и там тоже есть свои сложности. Но вот заканчивая постепенно первую часть, все-таки, как вы считаете, если, например, ребенок живет и приходит в его доме кошечка или на даче собака и так далее, это всегда говорит о том, что ребенку это как бы в плюс идет? Или все-таки, например, есть такой вариант, что наоборот это может сыграть, что как-то... то есть испугался собаки, ребенок, и потом всю жизнь это может психически действовать на других животных? Как тут золотую середину найти? Я хочу верить в то, что есть в семье, в доме, в квартире, есть собака, любая кошка, что ребенку это в плюс, так же, как и животному. Наверное, вы правы. Еще многое зависит, конечно же, от родителей, как они подают эту историю, да, то есть как он... как они ребенку рассказывают об этом животном, как они его воспитывают, как они... ну, собственно, дети же на нашем примере воспитываются, да? Папа курит, ребенок тоже закурил, папа выпивает... А вот папа бросил курить, но не папа, что ребенок не бросил. Папа выпивает там или... ну и так далее. Здесь тоже та же самая история. Дети учатся на нашем примере. Поэтому я глубоко уверю в то, что дети... Идет в плюс это, если животное рядом с ним. Ну, не факт, что это так. В общем, резюмируя первую часть нашего диалога, все-таки, как бы там ни крути, с животными надо договариваться. Для этого есть способ. Это ответственность, да, договариваться. Причем с нашей стороны, потому что... Конечно, конечно. А им не договариваться с нами сложнее. Воспользоваться, воспользоваться. Вот он нашел любимое место, и вот туда раз, и чтобы он там точил, и потом передвинул. Ну, то есть это очень много ходов, но с ним можно всегда договориться, ну, на мой взгляд. То есть переставить кресло, в крайнем случае, в любое место. Как говорят, помните, да, тоже в каком-то фильме, когда он кресло аж на улицу вынес, и собака потом раз убрала, и она уже на улице и ходит по своим... То же самое, ну, какими-то ходами, какими-то донатами, ну, то есть там какой-то вкусняшечкой его, ну, на мой взгляд, да. И можно вместе сосуществовать. Не только сосуществовать, а еще радовать друг друга. А вот о второй части мы поговорим уже о том, что такое животное страдающее, и почему человек, к несчастью, участвует в этом очень активно, и зачастую не помогает, а наоборот пытается сделать хуже. Но есть способы, как все-таки спасти этих одиноких, скажем так, животных. У нас в студии, напомню, Николай Зверев. И через некоторое время мы вернемся. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. А в гостях у нас сегодня актер театра и кино Николай Зверев и еще куратор приюта животных. Ну, во-первых, куратор сегодня слово такое, да, в какой-то степени кураторов много, самых разных направлений. Согласен. Но если говорить о животных, о приюте животных, то это как-то очень любопытно звучит, потому что вроде как приют животных сам по себе имеет уже каких-то людей, которые там работают. А вы куратор приюта животных. Расскажите, что это такое? Ну, куратор-волонтерство, наверное, да. То есть я помогаю одному из приютов. На мой взгляд, он один из лучших в Москве и Московской области. Он не в Москве находится, он находится в Москве. А, подальше, да? Там сейчас главная является девушка, она бывшая модель. Ну, она очень, она даже таракана не может обидеть. Там есть все. По каждой дороге. Да, это удивительно. Это удивительно. Она очень красивая, ну, там, да, модель бывшая. Ну, не знаю, бывает ли бывшая модель, как военная. Да, но у нее вот, ей помогает ее муж, вкладывает в это. Ну, на мой взгляд, это один из лучших приютов. Собственно, я его увидел где-то в интернете. История, если, ну, можно, да, рассказать? Да, конечно. Итак, в интернете, как правило, мы же сейчас все сидим в интернете. Да. Я увидел фотографию, вернее, даже видео, некого белого пушистого существа. Это было лет пять назад. Видео именно? Да, 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 видео. Он что-то там грыз. Но у него проблемы с задними ногами. Он только на передних. И я написал, я говорю, а кто это, что это за собака, что это за порода? Белый, белый. Необычная. Необычная. И мне ответили, что это белый лис, Молли. Его зовут. Он спинальник, у него... Ну, там, я не хочу рассказывать историю, как он получил. Он совсем маленький. Ему там четыре месяца. Это, оказывается, у нас сейчас есть такая тема, что можно выводить декоративных лис. Ну, как декоративные крысы есть. Да, он белый, красивый. Он прям безумно красивый. Опять же, у меня есть вот видеоматериалы, которые, возможно, в вашей программе покажут. Вот он безумно... Ну, опять же, он дикий, как вы понимаете. Да, то есть его, вкратце его взяла девочка маленькая. Кто-то ей сказал, ну, вот, о безответственности людей. Она молодая девушка, там, ей 19 лет было. И кто-то, когда она покупала этого лиса, ей сказали, что он вегетарианец. Это вообще чушь несусветная. Она не кормила его в течение, там, какого-то времени мясом или, там, специальными кормом. Ну, это вообще для меня загадка, вся эта история. Вот. И у него кости стали очень хрупкие, как папиросная бумага. И где-то с дивана он спрыгнул, и хрящийся, и в трех местах... То есть человек виноват. Все. Человеческая проблема. И вы его нашли. Да, я его нашел, да, и я... Что-то ёкнуло, как говорится. Да, влюбился, ну, что, ничего не... Просто влюбился в лиса, и я приехал в этот... Ну, я спросил, как можно ли ее навестить, его там, привез ему какие-то вкусняшки. Ну, вы должны понимать, что животное-инвалид, оно же не понимает, что оно инвалид. Да, оно еще... А продолжает бороться. Да, оно не то, что бороться, оно существует такое. Это человек, там, или впадает в спячку, в депрессию, или, наоборот, начинает, там, заниматься спортом, вот такой я сильный, да. А животное, оно существует, оно думает, что оно так и должно быть в его жизни. Но, опять же, с другой стороны, вы должны понимать, что поскольку перелом, там, все внутри, он был очень больным, и любая зараза, которая может попасть к нему, там, да, случайно, и все, до свидания. Ну, собственно, так и случилось, он прожил год, но я постарался за этот год сделать его счастливым, я к нему практически каждую неделю. Бывало, что и по два раза приезжал, просто брал его, ну, там, была зима или лето, я его выгуливал, старался, ну, и так далее. И в итоге я нашел один сайт, американский, у нас, к сожалению, да, не делают таких... А, нет, была история, в двух словах, один телеканал, тоже увидел его, и какой-то, нашли они какого-то специалиста, псевдо, да, он сделал коляску, ужасная коляска для него, мы сняли, ну, как бы для передач, все красиво, все ужасно. Он вывалился из него, в итоге ему эта коляска не подошла, я поучаствовал тоже в этой программе, как куратор Молли, но все это плачевно закончилось, просто коляску мы выбросили. Вот, она была... ну, он не знал, как ее делать, не те размеры, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я нашел очень хороших в Америке ребят, которые делают коляски, и они сделали, прислали, но ирония судьбы заключается в том, что он умер, и через, буквально через три дня пришла эта коляска. И, ну, с одной стороны, это очень, как бы, печальная история, но с другой стороны, слава богу, потому что я нашел одну собаку, таксу, а у такс, как известно, ну, если вы знаете, у них очень большие проблемы бывают, и подарила, и сейчас эта такса бегает, счастливая, и так далее, и тому подобное. То есть все-таки коляска... Она, да, не ушла, но они сделаны очень качественно, вы не представляете, насколько качественно они сделаны. А у нас нельзя такую коляску сделать, то есть у нас никто никому в голову даже не приходит, наверное, что... Нет, нет, наверняка сделают, но я вот пока столкнулся с какой-то безалаберностью, с какой-то непрофессионализмом пока, потому что, наверное, вот за границей это все-таки более развито, они уже давно стараются с животными договориться, лечить. Сейчас так как с людьми. Да, да, да. Потому что, смотрите, тут очень интересный такой момент, у нас-то коляску, к сожалению, и человек не всегда может получить, а если получит, то тоже такую, да, не самую лучшую. Вот, но тем не менее, возвращаясь к вот вам и вашим коллегам, как работает это? Почему? Потому что сейчас мы слышим, что огромное количество всевозможных приютов. И я знаю четко и точно знаю, что некоторые приюты, к сожалению, называясь так красиво приюты, их задача заработать на этом деньги. Есть случаи, когда животных доводят до истощения, привозят специально людей, и люди, видя, что вот, да, они как бы либо платят деньги, и мы опять не знаем, идет ли это животное, либо как-то выкупают этих животных. Ну, то есть, такое наживо за счет голодающих животных. Это тоже называется приютом, к несчастью великому. Как понять, что этот приют действительно настоящий? Тем более сейчас, да, предлагают, помогите приюту. Ну, Господи, вчера я шел, у меня в переходе сидит человек-три собаки, помогите приюту. И еще вариант, когда сейчас вывозят штук 20-30 собак, и все там на них написано, и прямо они где-то на улице, непонятно, предлагают, чтобы вы приобрели собаку. Вот где здесь реальность, где здесь помощь, а где здесь какое-то шулерство? Я вам расскажу две вещи. Одна, на мой взгляд, очень страшная. Может быть, вы решите это. Вот насколько... Вы не поверите такой вещи, что действительно... Вот вы сейчас совершенно правильно сказали, что один из ходов для того, чтобы собрать деньги в приютах, это снять видео, боже мой, как все несчастно, собаки в таком... Помогайте нам, да. Да, и люди сразу... Это ужасно. Чем страшнее выглядит вся эта история, тем быстрее, ну, вот, психология человеческая такова. То есть все как-то вот непонятно. Да, да, грязно, работают непонятно кто. Непрофессионалы. Правильно я понимаю, что вообще и государство с точки зрения вот темы приютов, да, особо не работают. То есть оно как-то само собой организовывается, кто-то решил приют организовать, что-то там сколотили какие-то, я уж не знаю, как это назвать. Это государственные приюты. Очень много государственных приютов, которые... Ну, если государственный приют, тогда какие-то, наверное, правила должны быть, как... У нас же в законе написано, и сейчас даже в Конституцию пытаются, или уж внесли, там, я точно формулировку не помню, ну, мы помним эту историю, да, когда дети там творили всякие непотребности. Но культуры нет этой. И я прекрасно понимаю, слово приют, кстати, даже тоже относящийся к детям, иногда имеет негативную окраску. И приют к животным представить себе идеально очень трудно. Но есть ли эти идеальные приюты? Для меня есть, естественно. Для меня есть. Что там должно быть? Я не могу сказать, ну, я опять же повторюсь, что там должно быть? Там должно быть добро, терпение, ласка. По-другому не получится. Ну, то есть, вы знаете, да, что есть огромное количество передержек. Да, вот люди забирают. Ну, вот сейчас своего питомца, которого я взял, да, я взял с передержки. Тоже я его увидел в интернете и так далее. Там ты приезжаешь, и ты приезжаешь на квартиру, там, ну, нескольких животных, да, живут. И ты понимаешь, что здесь царит добро, ласка, нежность, любовь и... Понятно. То есть, а есть, там, те же самые заводчики, да, которые, ну, вот они завели ради... Ну, логично, да, это их бизнес, да. И целое потомство погибло из-за какого-то косяка заводчика, и они несут за это ответственность. И если ты, не дай бог, об этом, как бы, скажешь, они подадут на тебя в суд за... Ну, как бы, да, это тоже есть. Идеальный, на мой взгляд, в чем идеальность того приюта, в который езжу я? Там работают действительно, ну... Слово профессиональный, наверное, это не очень правильно. Просто неравнодушные. Неравнодушные люди, да, и ветеринары, и рабочие, и просто какие-то сестры, которые помогают. Я вам больше скажу, там рядом находится монастырь. И туда, и с монастыря приезжают люди со своими животными. Ну, то есть, там настолько все. И я вам больше скажу, как правило, естественно, люди приезжают в Соботовский Сень туда. Ну, и вот не бывает, не бывает, ну, то есть, там, ну, 100 собак, предположим, и все 100 собак выгуливают, накормлены. То есть, люди приезжают, волонтерствуют. И... Кстати, вот вы еще тоже волонтер по работе с животными. Что это такое за... Ну, есть, наверное, несколько пунктов. Во-первых, я туда езжу, выгуливаю собак, да, беру каких-то собак. Ну, как тут, кто понравился или кто не... Это, выгуливаешь, кто может это делать, кто не запуган, вы правильно с животными, да. В смысле, кто не запуган, и животные людьми, да. Тут оговорка по Фрейду. Знаете, да, что есть в одном зоопарке в Европе, ты когда входишь в него, клетка, и там написано, самое опасное животное, что там внутри. Это клетка. Клевик, поди. Нет, там зеркало. Ну, в целом, да. Да, вот, да, ну, такая вот, да, где-то я, то ли, в какой-то программе. Вот, но так или иначе, вот, показатель того, что... А сейчас же была еще эта история вот с пандемией, и вообще туда перестали люди ездить, да. Я даже брал специальный пропуск, помните, чтобы съездить туда, привезти каких-то кормов, каких-то игрушек и так далее. Вот самое последнее, совсем нет времени, но вот если человек захочет стать похожим на вас, да, помогать, это как? Надо самому приехать в приют, посмотреть, что там, как там, выбрать себе какой-то приют и уже помогать. Не пересылать просто деньги в пустоту. Ну, мне кажется, да, мне кажется, ну, нет, ты можешь пересылать, но прежде, все на собственном опыте. Ну, как вот в любом деле, ты приезжаешь в приют, смотришь, ага, вообще, вот один из приютов меня просто не пустили. То есть, что там творится за дверями, там непонятно вообще, что происходит. Конечно же, надо приехать, убедиться в том, что здесь так, 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 увидеть, какие минусы, какие плюсы, и начать помогать. Хорошо, есть возможность деньгами, делай это деньгами. Есть возможность приехать, выгулять собаку, убрать клетку, не знаю, там, помыть собаку, привезти лекарства. Вот тот приют, я, мой знакомый ветеран, он мне на адрес на мой заказывает лекарства, я их беру, там, большие коробки, привожу ему, ну, и так далее. Конечно же, только на личном опыте. То есть, адресная все-таки помощь самая лучшая, самая лучшая. Мне кажется, да, это правильно. У нас сегодня в гостях актер театра кино, куратор приюта животных Николай Зверев, с которым мы обсудили эту важную проблему. И самое, я даже не знаю, как сказать, важное, что она будет всегда с нами, эта проблема. Потому что они будут рядом с нами, и мы будем рядом с ними. И действительно, когда смотришь иногда в глаза собаке, то как-то хочется сделать что-то хорошее. И если это происходит, значит, они для чего-то нам нужны. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова